Будучи в Дехабе, рядом оказался новый Nexus 4. Как-то руки все не доходили, когда хорошо дул. И вот стоило ветру подкиснуть, на Ving'е было неинтересно кататься. Поехали попробовать новый Nexus. Приехали, пока ехали, ветер опять раздул. И можно было кататься на Ving'е четверка, но решили покататься уже все-таки на гидрофоле. Nexus оказался имеет очень хороший ветровой диапазон. Он не только сбрасывает тягу, но и хорошо управляется. Трехбаллонный кайт, легкий, подвижный и, главное, послушный. Очень ровная, понятная, удобная тяга. Во время вращения он не дергает, все как-то адекватно и, в общем, очень предсказуемо. В целом мне понравилось. Конечно, это не облегченный X-Lite, но в целом для гидрофоле очень неплохо. То есть кайт не валится, даже поджатый задний край, он вполне хорошо висит. Это дает время подумать, если вы что-то замешкались, то всегда можно вернуть контроль над кайтом, даже если сильно подтянули задний край. В общем, в целом для гидрофола очень комфортно. И думаю, что будет неплохо и на волне с серфбортом, потому что у кайта хороший дрифт. Дождались сильного ветра, ветер прям реально сильный. То есть мне сейчас на Ving'е три с половиной. Но вот катание с твинтипом есть вопросы. Ну, точнее, не есть вопросы, а просто мастерство, наверное, не совсем соответствует уровню этого кайта. Кайт оказался очень зависит, тяга его зависит от скорости. То есть он ведет себя как настоящий C-тип. Быстрый, резкий и все-таки надо хорошо разгоняться, чтобы у кайта была адекватная тяга. То есть на нем можно прыгать, можно вращать кайтом. Ну, я как-то уже успокоился и не стремлюсь прыгать в высокие кайт-лупы. Но в целом кайт очень универсальный. Он хорош для новичков, потому что имеет широкий ветровой диапазон и хорошо сбрасывает, сохраняя управление. Он будет интересен для гидрофола, уверен, что будет интересен на волне. И вот для фан-фристайла, когда вы постоянно вращаете кайтом и прыгаете на больших ходах. Но я уже, наверное, взрослый, и мне ближе все-таки XR. Поэтому вот если для школ и новичков хороший вариант, как универсальный кайдлевый фрайдинг и гидрофола, то тоже, да, а вот высокие прыжки, на мой взгляд, на нем не очень.